Тогда давайте сейчас быстренько небольшой обзор по поводу стэка, по поводу того, что там можно переделывать. Мы ничего, это обсудим обязательно. Сегодня такая сильно практическая часть, поэтому давайте обсуждать, но давайте обсуждать, когда дойдем до этого. Возвращаясь, я так понимаю, все уже подключались к серверу. Еще раз написали мне то, что есть проблемы со связью из МВТИ. Сегодня как раз я расскажу, как возможно, если у вас Linux-система, можно будет написать код локально и локально оттестить его на КИМ. Ну, это как раз одна из тем, что у Linux-система. Репозиторий сейчас находится у тестового пользователя. Наверное, когда соберется там несколько, 3-4 коммита, давайте даже так, наверное. Вы отправляйте то, что уже готовые, те, кто сделал тестовые инструкции. Я тогда ваши коммиты заплаю и переведу в другой репозиторий. Потому что, конечно, у тестового юзера не самая лучшая идея хранить. Но, чтобы можно было работать, можно вообще на GitHub. Кстати, вам вопрос. Проблемы с клоном были или все нормально прошло? Все нормально. Все работает? Соответственно, если вы будете собирать локально, вы не сможете вот именно залить на платку. Потому что, ну, не только залить, но вам еще и toolchain нужен будет. Я не буду вас заставлять собирать локальный toolchain вот для конкретной этой платки. Ну, потому что, как бы, это не критично для разработки. Но это, скорее, приятно, потому что вы фактически на… Ну, то есть, как бы, вы можете пощупать свои результаты. А так, это, ну, то есть, как альтернатива, это вариант на Акиму прогонять. Тот же самый код, только запускать его на эмуляторе. Так, соответственно, в текущей, в текущей нано-вмке всего, там, 5 файлов, кажется, очень маленькие. Соответственно, в мейне просто запуск, происходит запуск теста. В тесте, соответственно, находится тело теста. И логика здесь такая, что мейн запускает тест, который использует VM. В идеале, конечно, VM, то есть, как именно виртуальная машина, как программа, она должна запускаться отдельно просто с байт-кодом. Но для начала неплохо и такой вопрос делается. Тем более, пока мы там по одной инструкции пишем. Логика в тестах хотелось бы... Ну, то есть, минимальная логика — это вот действительно взять какие-то случайные... случайные параметры, взять случайные параметры, сделать над ними действие, которое ожидается от текущей инструкции и... Ну, там это по коду видно, по примеру, что просто берется ранды обоих операндов, которые продаются, после проверяется, что издает именно байт-код, и что в идеале получается, если мы напрямую сделаем эту команду. Ну, да. Можно сделать тесты чуть хитрее. Если захотите, если у вас появится желание, то есть, можно расширить функциональность, потому что сейчас там... А, да, там заглушка на ретурн. Потому что ретурн, по идее, он должен... Сам байт-код ретурн, он должен возвращаться из метода. Сейчас он возвращается из свитч-кейса. Ну вот, но для поддержки ретурна необходима полноценная поддержка фреймов. Сейчас ее там тоже нету, все это в планах. И опять-таки, да, некоторые... По поводу обкодов, вот здесь вот два раза даже написано, что он с подчеркиванием. Сейчас я покажу еще одну вещь. По поводу обкодов, то, что потенциально было бы неплохо добавить туда дебажные обкоды. Сейчас новая демонстрация. Да, вы можете зайти по... Так, это неправильный IP-шник, но вот по тому же IP-шнику, как вы клоните, и там будет GitLab, и вот, собственно, откуда вы клоните, это будет... Ну, то есть там можно просто еще глянуть... Так, это неправильный камень. Сейчас, секунду. Можно погулять по GitLab, если не хочется все время на Vim смотреть. Да, только, естественно, у меня сейчас по-другому подключен. Секундочку. Так вот. Идея в том, что здесь есть потенциал у Java байкодов для того, чтобы их расширить. Вот есть предложение сделать несколько специальных обкодов просто для дампа. Чем это может быть удобно? То, что когда вы тестируете... Вы непосредственно... То есть когда вы тестируете какой-то уже более сложный инструктор, ну, в последовательности инструкций, вы можете вставить эти дампы непосредственно в байт-код и их распечатать. Ну, это скорее лирическое отступление по поводу... Так, по поводу самой VM-ки, может быть, какие-нибудь вопросы. Или я что-то не рассказал. Ну, то есть, кроме того, что там... А, про... может быть, про интерфейсы. То есть сейчас константы... Пул констант, он статический. То есть... То есть всего доступно 8 констант. Можно это переделать. То есть это... Ну, как бы пока это не критично, насколько я понимаю. Ну, и размер стэка тоже он фиксированный. Так что в итоге мы пул констант тоже переделываем на... 64, да. 32 или 64 все-таки? Все-таки, наверное, 64. Ну, мы... Мы сейчас... Risk-5 депилим под 64. То есть Risk-5 64. Поэтому... Смысл 32 делать. Ну, да, понятно. Опять же, может быть, в этой самой Java спеке... Ну, то есть я не нашел, где здесь написано про... Конкретно... Ну, то есть не про размер оперантов, а про размер стэка. Может быть, тут написано. Ну, пока это, я думаю, не критично. То есть лучше сделать... Да, лучше сделать не 8. Это точно. Так. Вопрос еще. Можно ли в качестве интерфейса еще дополнительно себе для тестирования, для удобства вытащить функцию, которая изменяет указатель на стэк? Просто чтобы его двигать, чтобы двигать его было проще? Конечно. Да, конечно. То есть все для удобства делайте, конечно. Ну, и да, еще раз то, что есть некий Asm Define. В идеале при... То есть он определен здесь. Логика работы с ним такая вот... Ну, пока достаточно простая. То, что если просто комментируете, пишете стишный код, он типа должен работать на тестах. А потом уже под этот стишный код сделать соответствующую логинку. Вот здесь вот чуть-чуть уже поменял на ретурн, но это все еще далеко от идеала. Да, еще очень неплохо вставляйте асерты. Это поможет... Так, еще вопросы? Вот по... По текущему... Есть такой сайт, кто-нибудь заходил? Какой именно? Вот этот вот. Ну, сейчас я ошарю. Он просто очень удобный для... То есть вот, например, вы реализуете еды, и... Он чуть-чуть хуже, чем спека, но здесь вся информация про... А, это про RISC-Five. Это намного лучше, чем спека. Спека по RISC-Five учитать, ну, не очень удобно просто, потому что на текстах написано. Да, я... Это самое... Да, это спека по RISC-Five, а не спека по RISC-Five. Я что-то перепутал его с Java. Ну, вот, короче, здесь вот даже с с имплементейшнами возможными, то есть, в принципе, может быть очень полезный сайт. Так, тогда ко второй части переходим. Собственно, основная сегодняшняя часть — это именно рассказать вам, как дебажить без входа на сервер. Сейчас. Zoom. Так, секунду. FeedPage. GPS. Games. apt, liex. А. Академия. 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 еще пару слов да то есть сейчас реализованы стэк фрейм консту реализованы в м интерфейсе как быть с несколькими был вопрос быть если у инструкции кроме обхода есть еще и так ранды вот например такая достаточно интересные инструкции ноги динок динамик которая вызывает по сути виртуальный функция у нее ну то есть вот это выдержка из спеки java аргументы передаются ну то есть вот по вот этому виду можно понять что аргументы передаются через стык наверное и возвращаемое значение передов возвращается стык но тут это не указано это ну то есть про возвращаемое значение там описано дальше вот это ее обход 186 но вот здесь видно то что сама инструкция состоит из пяти полей что это значит это означает то что в массиве байт кода будет пять элементов и когда мы пытаемся ее выполнить мы сначала читаем первый первый байт смотрим то что это обход и мой 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 динамик динамик в этом случае мы вычитаем еще четыре элемента состоит поиска добавляем еще четыре элемента в письме ну большой пойнтер и по идее но и как бы если эта инструкция закончила исполняться то тогда следующая инструкция начнется уже то есть один плюс четыре вот это как бы понятно я просто двигает указательно это в java байт коде да они называют ну то есть вот это программ каунтер по сути то есть проект программ каунтер для байт кода он просто двигается на большее количество байт и причем первым всегда идет обход поэтому удобно в зависимости от того что должно идти дальше мы можем посмотреть надо ли его дополнительным двигателем не надо так поехали дальше да и тут уже как раз таки переходим к вопросу про дебаг как было логично замечено то что ну то есть теоретически есть возможность дебажится прямо на процессе но для этого обычно используют дополнительные программаторы то полно то есть дополнительное железо я такой техникой к сожалению не владею и получается что для наших текущих нужд дебажить на этой платке пока нельзя то есть именно поставить breakpoint и там по шагам исполняться однако всегда есть возможность вставлять отладочную печать но я думаю то что все умеют пользоваться отладочной печатью однако есть в приложении там будет ссылка на одного очень интересного кажется индуса который продает свою библиотечку по дебагу на армплатках и там очень хорошо можно посмотреть как он процесс дебага библиотеки для армплат сейчас я то есть вот вот этот вот эти дети вот это первое видео советую посмотреть про макросас меня говорил и до подразумевается то что тесты будут ходить соответственно так как напрямую мы дебажить не можем можем попробовать дебажить на эмуляторе есть предложение типа жить таким вот кто кстати ответит кто помнит мы это обсуждали чем вот эти два отличаются но если так логически подумать то что вот как бы систем и статик ну кстати если подумать то что-то уже приленковано заранее эстетически совсем но машины на разных уровнях получается будут работать да вот на каких конкретно вот это просто презентации да 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 ну соответственно систем это системный уровень когда эмулируется голое железо то есть по сути это какой-то процессор который вот просто голый то есть ему сказать говорят вот такой у тебя биус такой у тебя столько оперативной памяти вот работай с этим вот такая операционная система а static это уже содержит себе оболочку для работы с линуксом то есть ну забегая вперед мы его и будем использовать потому что он намного проще и быстрее но до этого надо будет тоже добраться она и поздно самому ему поддержки соков как бы нету есть конкретные то есть конкретные процессоры вот сайфайв тоже вендор выпускающий процессор достаточно популярный и но тут когда я обсуждался с таким специалистом по рискайву он меня как бы чуть-чуть даже как сказать он мне подсказал то что вообще-то эмуляция сока это чуть более сложная штука чем эмуляция просто процессора потому что то есть различия сока и процессора я думаю вам должно быть понятно может кто-нибудь ответить как это чем они вообще отличаются но чем сок систему чип отличается от процесса нет нет там есть еще периферия то есть система чип как бы круг кроме процессора содержит себе еще много всего ну то есть понятно ну вот как бы да и естественно когда мы пытаемся это эмулировать ну то есть как сказать мы можем эмулировать а так того что процессор приходит к ему инструкции он не исполняет а эмулировать уже более сложную систему сложнее ну да ну вопрос был типа об этом есть спайк нет это это нам не интересно интересно в общем забегаем вперед опять скажем то что наверное будем пользоваться прям уж совсем дефолт то есть про просто киму статик то есть опять таки возвращаясь это статически это тот который уже подразумевает то что программа компилированная для линукс вот и для этого для сборки потенциально можно использовать мультилип библиотеку мультилип gc и gc под конкретный архитект ну под конкретный процессор под конкретную архитектуру процесса а то есть вот например предлагается ну то есть предлагается использовать конкретно и 64 линус гну а а потому что при попытке их установить они ну они конфликтуют если пытаетесь одновременно и мультилип и конкретную архитектуру поставить и пример того как это можно сделать у себя даже на локальном компьютере то есть если у вас линук система то вы ставите себе там там gc для риска ставите себе киму для риска и в принципе вот эти вот все всю нашу тени в м вы можете собрать в принципе вот одной строкой и вопрос подвохом что в этой строке чего в этой строке не хватает то есть по идее мы как бы пытаемся собрать нашу виртуальную машину под просто под какой-то абстрактный линукс на риск файл ну какие-нибудь предположения о том чего там не хватает может быть каких нибудь регистров на процессоре тепло ну потому что еще раз модель процессора потому что мы же собираем под какую-то архитектуру но не зная все-таки конечного устройства наверное это совсем корректный ответ потому что тут нет флагов расширений конкретно риск файл у него этих расширений может быть тьма и так как мы изначально собираемся под ну то есть как в базовой версии вот нет ну в базовой версии когда мы собираемся в френд оси мы собираемся да под конкретную модель процесса и мы подразумеваем то что там например есть флот а в этой строчке как бы ничего про это не сказано так что да тут нет архитектуры архитектуры специфических расширений и это наверное нам еще в будущем откликнет аукнется но это проблема будущих нас как говорит мастер риск файла и теперь самое приятное это что вот уже собранную таким вариантом программу можно дебажить но тоже не скажем так не сразу а при оттачивании давайте я сейчас лучше даже это сразу покажу на примере вы видели этого очень то есть мы прям в папке с звездочка о с ничего тут лишним нет вот sbc да наверное возможно из-за вот этого изменения текущий текущая текущая репа по дефолт не будут не будет собираться ну в принципе его можно сюда добавить то есть он вот мы собираем собственно вот появился а вот еще раз сейчас вот так работаешь то есть вот эти вот позволяет вывести последовательность действий то есть мы пытаемся собрать так обидно вообще или слишком мелко то есть мы собираем с без оптимизации с отлаточной информацией все файлы си в текущей директории тут их мэнси и тэсси и вмси все там всего три файла а а ну и он использует для этого вот компилятор 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 из файл и из файл коллег это было видно то что он действительно это делает теперь а давайте допустим какую-нибудь ошибку показать то что а давайте сначала запустим ну конечно нет конечно нет потому что дом я скопировал папку в минус джи означает то что подцепиться к то есть мы удаляем вот этот минус джи один два три ну то есть чтобы минус джи означает то что ожидать подцепление гдб о порту 121 до 3 4 вот как видим тут уже программа начала исполняться ну и вечный тест то есть в принципе она 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 работает уже здесь то есть уже она уже на кима работает предлагаю сделать ошибку где-нибудь так как тут только базовые конст где-нибудь здесь например можно где-нибудь сп например сп как бы упадет по идее ну он упал на сердце это не самое страшное но все равно иногда хочется и такое одебашить он сбросил кордамп но тут есть засада что почему-то да да я не рассказал что про гдб мульти мульти арч то есть есть гдб который подцепляется к умеет подцепляться к текущей а есть специальные гдб для мульти архитектуры ну то есть для других архитектур кажется можно использовать и обычный гдб но он даже что-то нашел ну вот то есть вот гдб мульти арч все-таки ничего не нашел обычный гдб говорит что я запускаюсь от с 8664 то есть да обычным гдб все-таки нельзя то есть еще раз как бы как в процессе работы к ему случае если происходит ну происходит поломка программы то а он может сбросить кору про коры я не рассказывал да нет это состояние процесса полное состояние процесса с регистрами с памятью ну что там еще ну то есть вот ну да состояние регистров состояние памяти по сути то есть это такой да с отладочной информацией наверное то есть этот образ памяти необходим то есть он с помощью него возможно отлаживать программы а кстати сейчас попробуем собраться пример обычным то есть тут мы можем собраться теоретически под x86 правильно то есть мы убираем основы и вставки и по идее он тоже он тоже соберется то есть теперь вот этот out собран не для риск 5 а он собран для x86 64 и теперь мы просто его запустим ну вот он тоже сбросил кору кору вот они называют скоро коре они обычно большие вот для маленькой программы всего килобайт но могут быть достаточно громоздкие и теперь мы можем с помощью обычного gdb эту кору прочитать обычно можем да вот то здесь мы можем узнать где произошло падение мы можем причем уже статически то есть этот файл на диске мы можем несколько раз сюда входить но естественно мы не можем ходить по программе то есть вот мы переместимся к месту асерта и там тоже например можно распечатать значение которое текущие даже наверное можно выполнить маленькую функцию нет не можем приблизительно стало понятно окей да не сами мы можем узнать состояние регистров мы сможем узнать например состояние памяти сможем да то есть мы конечно распечатали функции но в принципе это вот это вот кора она должна быть минимально достаточной для того чтобы отладить уже упавшую программу это в случае если нет возможности ну то есть их удобно использовать когда у вас программа должна сразу перезапуститься после падения в там в этом случае вам надо будет сразу же ну то есть как бы вы можете сохранить информацию о падении но подцепить и ждать пока программист подцепится к ней пока он отладит текущее состояние как бы времени нет то есть программа стартует сразу программист как копирует себе там бинарник и этот файл и может спокойно хоть там неделю отлаживать все так понятно стало что такое кора ну хоть приблизительно довольно менее понятно вот теперь проблема в том то что коры для коры от киму 64 не хочет читать то есть кдб мульти арч может быть это дело в настройках я посмотрю но сходу она его не плохо читает может быть проблема даже в том то что нет полной поддержки опять же это я еще не говорил но вполне возможно то что если вы сами разберетесь так что там если вы разберетесь в чем там реальная проблема будет тоже прекрасно теперь вот второй вариант и для точек процессу мы видели что программа падает теперь мы запускаем киму с открытием порта под дебаггер то есть вот вот этот запуск с открытием порта он ждет киму ждет когда киму присоединится дальше мы запускаем кдб и говорим ему то что надо присоединиться к такому-то порту теперь например поставим break на main и продолжим как вы видите он остановился на мене сделали шаг он напечатал то что здесь надо было теперь он ждет символа я себе символ он перешел на следующую строчку чем отличается этот код то есть если у нас нет фриартоса то мы запускаем таск если если есть фриартос то мы запускаем таск если нет то мы запускаем таск в таск ну то есть мы мы просто вызываем функцию соответственно здесь можно то есть мы опять таки ходим по ходим по методу и он отвалился сейчас когда мы сделали шаг на котором он сломался дебаггер все равно сломался то есть когда происходит процесс поломки то то отловить его все-таки нельзя то есть можно найти место где сломано но все равно это уже лучше чем просто вставлять печать с другой стороны мы можем нет мы не можем я хотел сказать то что мы можем перезапустить но нет так как мы подсоединились к запуску киму то перезапустить его мы не можем с другой стороны мы можем оставить оставить breakpoint и узнать состояние регистров на так секунду 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 так так мы знаем где у нас падает падает на тест с Bezos ассерт то есть конкретно на строке 77 и можем сказать остановись пожалуйста на строке тест С 77 продолжим и вводим символ он остановился на этой строке и чем примечательным то есть зачем нам вообще может понадобиться чем gdb потому что мы можем узнать состояние регистр так как мы вот в текущей версии сейчас мы пересобрали без сендера для того чтобы собраться на x86 но если мы пересоберемся с ассендлером то мы можем посредством у каждой инструкции смотреть как поменялись регистры вот непосредственно прямо в ассендлере то есть вот здесь уже конкретно будет падение но если мы напечатаем например регистр а0 так мы узнаем какой какой регистр был ну то есть какой регистр сейчас какое значение у регистра сейчас по поводу команд для gdb все-таки предлагается изучить вам самим какие вопросы по текущему запуску все ли понятно или хочется еще разъяснить какие-то конкретные моменты вроде понятно окей здесь мы делаем континуума на борт и выходим тогда возвращаемся к мы уже не так много осталось то есть этот этот кида то есть здесь надо будет все-таки как минимум 2 и консоли для того чтобы в одной запускать ему другой запускать gdb чуть-чуть про core dump я сказал если вдруг у вас будет время и желание разобраться почему же они не работают ну это будет очень приятно как вы правильно заметили да в текущих текущей сборке нет информации о флагах как думаете чем нам это грозит то есть вот фактически то есть да окей мы как бы собираемся для скажем так например для lp64 без дополнений без флотовых инструкций но как бы вот как для написания виртуальной машины с и ассендерными вставками чем это может нам грозить если мы в ассендерные вставки используем инструкцию которая в этом дополнении то ее просто не поймут абсолютно верно по поводу кланга пока видимо для того чтобы собраться полноценно с клангом надо собирать кланг это вот ну то есть у меня пока не получилось сделать также есть зала еще еще один симулятор он обычно как golden модель работает но именно и за счет за счет этого он будет очень нет и он как я понимаю тоже системы то есть для того чтобы его запустить нужно собрать ну то есть да то есть нужно будет собрать полноценный парочку слов по поводу линг-линков то есть это вот достаточно интересно как как отлаживается на ардуин на ардуинах достаточно интересный интересное видео именно потому что там показывает он показывает разбор конкретные банки про использование гдб здесь по-русски от кирилла крынкина это ну то есть он если просто маленькое видео здесь ссылка на то как подразумевается оттащить дебаггера конкретно к нашей плате про просто для информации чтобы ну чтобы посмотреть есть мануал по ты бену с настройкой киму но опять таки здесь просто с точки зрения ос как какая поддержка сделана просто сейчас использование вот папу по поводу подключения гдб к ему есть ну то есть есть статья но здесь нету информации о юзер-левеле то есть мы запускаемся на киму для на юзер-левеле а здесь рассматривается подключение запуск киму на системном левере поэтому там будут небольшие различия их просто держать в уме но основные различия просто сам скики сейчас зачем тут фрертос фрертос у кишними потому что мы его сегодня говорим еще два слова как раз таки разговаривая с специалистом по риск 5 он навел на одну очень интересную идею я смею сушу не прям сразу ответите но есть такая проблема то есть у нас есть свой свой тут толчень ну как сказать не свой у нас есть я сейчас перейду на терминал увеличить да вот это как раз кстати плюс если я из него выйду вы уйду сервера то он то есть то есть если я выйду из него сидя тачим уйду сервера вернусь обратно на сервер то я попаду в то же самое окружение вот у меня есть три вкладки ну если захотите достаточно удобно но это именно для работы ну то есть это как для работы на сервере так в принципе локальный вот уж удобно достаточно использую есть альтернативы типа сконс кажется он называется но это там где дело привычки удобства а когда мы то есть сейчас еще лучше мы сейчас вернем то есть во первых мы вернем ассемблер и во вторых мы вернем падение был это открыт точнее вопрос а у нас есть очень которым мы собираемся он подразумевает что мы то есть при создании пинарника он генерит файл так что подразумевается что мы будем запускаться на нашей платке на нашей конкретной платке как вы думаете почему нельзя подать этот файл киму в принципе кажется мы это уже проговаривали сегодня но просто шутка за закрепление то есть этот файл будет закругу загружен в операционную оперативную память и и спал будет непосредственно выполнена скажем так до вместо операционной системы то есть это прямо на процессы почему нельзя его подать киму еще эмулирует потенциально у нас есть вариант не эмулировать операционную систему вот для этого как раз таки в том то и дело что мы запускаемся на соки а сок это чуть сложнее чем просто процессор то есть и вполне возможно то что в этом как ну конкретно вот в этом бинарнике информации информация специфичная для нашей нашего сока я не буду вам честно врать на сто процентов но получается что кроме конкретного процессора здесь еще играет роль и то что у нас конкретный сок ну именно вот конкретный микроконтроль понятно логично то что процессор сам себя не сгодит и все это проще и сами себя тоже не тактирует нужно что-то некая периферия которая за него делать это надо в этом если и естественно кроме того ну то есть киму это такая программа конечно она умеет многое но под каждый конкретный сок либо там должна быть очень жесткая спецификация по этому делу либо она просто скажет то что у вас много ядно скорее всего поддержки и не будет может быть из-за того что она действительно жестко за специфицирован а а а в из ну в принципе надо это наверное что Продолжение следует...